Боевые действия идут с переменным успехом, большие потери с обеих сторон. После ракетно-бомбовых ударов разрушены сотни жилых домов, больниц, детских садов, школ. По данным ООН, под обстрелами уже погибло почти 500 мирных жителей. Жизнь украинцев рушится буквально, вместе со стенами их родных домов. Но и для России эта война не проходит бесследно. Экономика нашей страны трещит по швам, не выдерживая санкций и бойкота со стороны иностранных компаний. За две недели произошло резкое обрушение курса рубля. Иностранный бизнес массово покидает Россию, оставляя федеральный бюджет без налоговых поступлений, а десятки людей без работы. В магазинах резко выросли цены практически на все товары, включая продукты и одежду. В аптеках говорят о нехватке заграничных лекарств. Правительство оказалось явно не готово к такому стрессу и ведет себя нервно. Антикризисные меры сумбурные и непродуманные, поэтому зачастую они только усугубляют проблемы. Сегодня я хочу откровенно поговорить о том, что ждет нашу страну в ближайшие месяцы. Как экономический кризис, спровоцированный войной, отразится на жизни всех граждан России? Как эти события поменяют наш привычный быт? Это будет честный, объективный, но не очень приятный разговор. Поехали! Получил пять, я десять! Пять, я десять! Зачем я живу? Х***ю, височень доедаю! Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Итак, первая проблема, с которой придется столкнуться россиянам уже в ближайшем будущем, это дефицит товаров. Слово дефицит в последние годы редко использовалось в наших повседневных разговорах. А вот люди, которые жили в Советском Союзе, хорошо его помнят. Что такое дефицит? Это нехватка товаров, неспособность рынка удовлетворить тот или иной спрос потребителей. Ну, проще говоря, пустые полки. Такого, как в СССР, конечно, не будет, однако про изобилие товаров и услуг, к которым мы все привыкли, тоже придется забыть. Дело в том, что значительную часть потребительского спроса россиян удовлетворяли западные компании. И после начала войны они стали массово и довольно стремительно уходить из России. Для нашего правительства это стало сюрпризом. Ну, потому что чиновники рассуждали просто. Мы живем в капиталистическом мире, где всем правят деньги. Западные компании прилично зарабатывают в нашей стране. Например, Икеа больше 7% ежегодной выручки получает именно в России. Ну что, они добровольно откажутся от своих доходов ради каких-то украинцев? Ну, бред же. Только вот оказалось, что не бред. Капитализацию больших компаний составляет не только чистый доход, но еще и репутация. Поэтому гиганты рынка жертвуют прибылью и покидают Россию, чтобы не сотрудничать и никак не соприкасаться с государством, которое во всем мире теперь воспринимается как агрессор и разжигатель войны. Об уходе из России заявили Проктор энд Гэмбл, мебельные магазины Икеа, строительная сеть Оби, компании IBM, Microsoft, Apple, автомобильные гиганты Volkswagen и Toyota. Закрылась сеть ресторанов Макдональдс и Starbucks, магазины H&M. Рынок покинули Netflix, Spotify, Nvidia, American Express, Pfizer. Список компаний можно продолжать долго. Всего он насчитывает почти 300 компаний. Это беспрецедентный исход. Но вот вопрос, а может это не так плохо? Западные компании уходят, освобождают место для российского бизнеса. Вот сейчас отечественный производитель вздохнет полной грудью и наполнит рынок изобилием хороших российских товаров и услуг. К сожалению, это так не работает. Качественные товары потребитель получает только когда на рынке есть конкуренция. Ну потому что вы приходите в магазин и выбираете для себя то, что лучше и выгоднее, стимулируя таким образом производителя бороться за вашу лояльность и за ваши деньги. А когда конкуренции нет, то у бизнеса нет мотивации стараться. Зачем? Выбора на прилавках все равно нет. И так купите. Ладно, и так сойдет. Вообще правительство обещало реализовать масштабное импортозамещение на рынке еще с 2014 года, когда начался первый конфликт на Украине и мы получили первый пакет санкций. Но за 8 лет особых успехов в этом чиновники не добились. Завод ВАЗ в начале марта остановил производство автомобилей, потому что возник дефицит немецких деталей. Сообщалось о серьезных проблемах у крупной компании Фаберлик, которая производит косметику в России, но основные компоненты закупает в Европе. Ну то есть все это импортозамещение свелось к разговорам и обещаниям. А на практике российская экономика была и остается по уши зависимой от мирового рынка товаров и услуг. И такой резкий разрыв наносит колоссальный ущерб в первую очередь потребителям, потому что лишает людей доступа к привычным товарам и снижает качество доступного ассортимента. Еще одна проблема в том, что у правительства теперь будет гораздо меньше денег. Во-первых, после массового ухода западных компаний наше государство будет получать меньше налогов. Во-вторых, из-за санкций объем инвестиций в Россию снизится до ничтожного уровня. Возьмем для примера один только Макдональдс. Что приносит эта компания российской экономике? Макдональдс это 850 ресторанов в 60 регионах России. Это 167 миллиардов рублей налоговых выплат в бюджет каждый год. 60 тысяч рабочих мест в самом Макдональдс и больше 100 тысяч у поставщиков. Макдональдс это 7 процентов отечественного рынка общепита и 2,5 миллиарда долларов инвестиций в российскую экономику. Ну то есть это настоящий гигант, после ухода которого в экономике остается огромная пробоина. Но это еще не все. Самое главное в отношении нашей страны начинают вводить сырьевое эмбарго. Западные страны договариваются не покупать нашу нефть и газ. Такое решение уже озвучил президент США Джо Байден. Скоро подтянутся десятки других государств. И для российской экономики это критично, потому что доля дохода федерального бюджета от нефти и газа составляет почти 40 процентов. И вот это уже реально коснется каждого. Если у правительства становится меньше денег, то бюджетники и старики могут забыть об индексации зарплаты пенсий, социальные программы будут замораживать и сокращать. Проще говоря, доходы людей будут падать, что особенно неприятно на фоне роста цен. Правительство всегда говорило, что на такой случай у нас есть план Б. За последние годы власть накопила значительные золотовалютные резервы, с помощью которых, казалось, всегда можно залатать бюджетные дыры. Но и здесь просчитались. Дело в том, что почти треть наших резервов размещена на Западе и была заблокирована после начала войны. Эти резервы вроде как есть, только вот воспользоваться ими не получится. А оставшуюся часть в нынешних условиях практически невозможно реализовать. Ну то есть наше золото просто некому продавать из-за санкций. Поэтому, кстати, Путин недавно подписал указ об отмене НДС на покупку золота для физических лиц. Таким образом он пытается продать резервы самим же россиянам, чтобы правительство получило хоть какие-то деньги для пополнения бюджета. Но такие меры выглядят как мертвому при парке. У людей сейчас вряд ли есть большое желание покупать золото. В основном граждане сметают с полок продукты первой необходимости. Такая ситуация вполне может привести к дефолту, причем уже в обозримом будущем. Что такое дефолт? Это когда государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. В конце месяца надо выплачивать зарплаты и пенсии, обслуживать долговые обязательства. Но чиновники разводят руками и говорят, извините, денег нет. Объявление дефолта приведет к резкой инфляции и полному краху национальной валюты. Проще говоря, к массовой нищете граждан. Последний раз Россия переживала дефолт в 98 году. Международное рейтинговое агентство ФИЧ, которое анализирует состояние экономик разных стран, заявила, что новый дефолт в нашей стране неизбежен. Это лишь вопрос времени. Кстати, что касается обвала валютного курса, то он уже происходит. Рубль по отношению к доллару и евро подешевел почти в два раза всего за две недели. Это спровоцировало скачок цен в магазинах практически на все товары. Некоторые товары подорожали в полтора, в два раза. И, судя по всему, это не предел. Давние шутки про доллар за 200 звучат уже не как юмор, а как вполне обоснованный экономический прогноз. Тут еще раз отмечу странные меры Центробанка, который пытается решить проблему административным регулированием. В частности, введены ограничения на доступ к валюте, которую россияне хранят на банковских счетах. Если у вас в банке лежит больше 10 тысяч долларов, то вам просто запрещено забрать их наличными. Почему так? Ведь это ваши деньги. Ну вы прям как маленькие. Путин ведь вам давно уже все объяснил. Ну потому что... Ну потому что... Потому что потому... Понятно, что такие меры провоцируют банковский кризис. Люди просто перестанут хранить деньги в банках, опасаясь, что не смогут забрать их обратно. Наоборот, всеми правдами и неправдами постараются вытащить свои кровные со счетов, переводя их в наличные. И банки окажутся перед угрозой банкротства, а правительство в итоге придется спасать их федеральными дотациями. Вообще, одним из главных итогов этого кризиса станет то, что практически все граждане России станут беднее. Это значит, что получая те же 50 тысяч рублей в месяц, денег вам хватит на коммуналку, еду, проезд и на этом все. То есть формально сохранив тот же доход, в реальности вы сможете приобрести меньше товаров и услуг. То есть станете беднее. Это коснется абсолютно всех, потому что никакого роста зарплат ждать не стоит. Я уже объяснил почему. По данным Росстата, в декабре прошлого года 16 миллионов граждан России жили за чертой бедности. Я полагаю, что если нынешняя тенденция сохранится и кризис примет системный характер, то это число к концу 2022 года может удвоиться. И в первую очередь, кризис ударит по людям пожилого возраста, у которых и сейчас-то пенсии хватает едва-едва, чтобы сводить концы с концами. Никакого запаса прочности у правительства нет. И остановить массовое обнищание граждан оно просто не в состоянии. Картина из 90-х, когда бабушка копается в помойке, пытаясь найти какую-нибудь еду, эта картина, к сожалению, скоро снова станет привычной для наших глаз. Ну и, конечно, нищета коснется не только стариков. В результате массового закрытия иностранных компаний десятки тысяч людей уже остались без работы. На рынке труда внезапно образовалась большая масса рабочей силы, которую просто нечем занять. Нет такого количества рабочих мест, которые людям могли бы предложить оставшиеся в России компании. Особенно такая проблема будет актуальна для небольших городов. Это значит, что у огромного количества людей просто не будет средств к существованию. Такая ситуация приведет к росту социальных проблем, к чудовищному росту кредитных заимствований, к рассвету микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и всяких мошенников. Неизбежен всплеск алкоголизма и наркомании. Кроме того, Россию ждет рост преступности. Ну а как вы думали, это неизбежно? Масса людей осталась без работы, без дохода, но ведь им надо что-то есть, надо одеваться, надо содержать свои семьи. Понятно, что часть людей пойдет в криминал. Короче говоря, друзья, перспективы довольно мрачные. Путин развязал войну, явно не понимая, к каким последствиям она приведет нашу страну. Боевые действия ведутся на чужой территории, но экономика рушится у нас, вот прямо здесь и сейчас. Никто в правительстве не ожидал такой жесткой реакции мирового сообщества. Никто не ожидал такого массового бойкота со стороны бизнеса. Никто не ожидал таких жестких санкций. Но все это наши сегодняшние реалии. Из-за того, что Путину захотелось побряцать оружием на Украине и показать свою брутальность на мировой арене, платить придется буквально каждому из нас. Какие бы сказки не рассказывали чиновники и министры, никакого серьезного антикризисного плана у них нет. Наоборот, своими антикризисными мерами делают только хуже. И все это лишний раз подтверждает, что война с Украиной никому не нужна. Она несет смерть, разрушение и нищету. Эта война должна быть остановлена ради спасения человеческих жизней и ради сохранения того, что у нас все еще осталось. Понимает ли это Путин? Похоже, что нет. Но главное, чтобы граждане России открыли глаза и начали адекватно оценивать тот, с которым мы все оказались. Субтитры создавал DimaTorzok